Для перегрузки операторов на предыдущем слайде мы использовали внешние функции. Можно перегружать операторы и при помощи определения методов. Например, для того же класса, вектор, можно перегрузить унарный оператор минус при помощи определения метода. Метод будет называться оператор минус и принимать 0 аргумент. Когда мы определяли унарный оператор минус в качестве внешней функции, то нам потребовалось определить функцию от одного аргумента. Один аргумент соответствовал тому, что данный оператор является унарным Когда мы определяем этот же оператор при помощи метода, нам требуется определить метод от нуля аргументов Это объясняется тем, что у каждого метода есть неявный аргумент, который соответствует текущему объекту То есть тому объекту, у которого данный метод вызывается Поэтому для определения унарных операторов в качестве методов нам потребуются методы от нуля аргументов а для определения бинарных операторов при помощи методов нам потребуются методы от одного аргумента. В качестве одного дополнительного аргумента всегда будет выступать текущий объект, то есть тот объект, который соответствует ключевому слову ZIS, соответствует тому объекту, у которого данный метод вызывается. Можно посмотреть, как при помощи метода можно определить бинарный оператор минус. Бинарный оператор минус будет соответствовать методу от одного аргумента. И в качестве левого аргумента, левого операнта оператора минус, будет использоваться текущий объект. То есть мы при реализации обращаемся к значению текущего объекта. Из него вычитается значение аргумента соответствующего метода. Если так окажется, что какой-то оператор перегружен и внутри класса, и снаружи класса, то есть и как метод, и как внешняя функция, то при вызове такого оператора произойдет ошибка, потому что компилятор не сможет понять, какой из двух операторов надо вызвать. То есть тот, который определен снаружи, или тот, который определен внутри. Для некоторых операторов может оказаться, что определение в качестве метода более логично. Например, для тех операторов, которых предполагает изменение левого аргумента. Например, это оператор умножить равно, то есть сокращенный арифметический оператор, который умножает левый аргумент на значение правого. Таким образом, мы могли бы этот же оператор определить снаружи, как оператор умножить равно от типов вектор и double. В принципе, можно почти все операторы, которые мы описывали снаружи, определить внутри. Давайте посмотрим на предыдущий слайд. Например, оператор плюс мы можем определить без проблем в качестве метода, но это будет метод от одного аргумента. Оператор умножить на число мы точно так же можем определить внутри класса, никаких проблем нет. А вот с оператором число умножить на вектор уже есть некоторые проблемы, определить его внутри класса не получится. Почему? Потому что в качестве первого аргумента здесь выступает встроенный тип. И для того, чтобы определить данный оператор внутри класса, нам потребовалось бы изменение соответствующего типа, то есть типа double. А double мало того, что является встроенным типом, так он еще не является классом. То есть у типа double не определить метод. Поэтому такой оператор перегрузить внутри класса не получится. Некоторые операторы необходимо перегружать внутри класса. То есть их нельзя перегрузить снаружи. Это касается оператора приведения типов, это касается оператора в квадратной скобочке, оператора круглой скобочки, двух операторов стрелочки, это стрелочка и стрелочка-звездочка, и оператора присваивания. Ну, про оператор присваивания мы сами знаем, да? Перегружали его уже много раз. С остальными операторами это просто синтаксическое требование. Данные операторы можно перегружать только внутри класса. Например, для перегрузки оператора квадратной скобочки мы можем определить метод оператор квадратной скобки. У данного оператора всегда один аргумент. Он не обязательно соответствует целочисленному параметру, в некоторых смыслах естественно, но вы можете придумать какую-то свою интерпретацию. В данном случае он принимает аргумент целочисленного типа, и если i равняется нулю, то возвращается первая координата, а если i это не нулевое значение, то возвращается вторая. Ну, какая-то реализация, которая в некотором смысле соответствует обращению к элементам вектора по номеру. То есть не обрабатываются ошибки, то есть не обрабатывается тот случай, когда i равен двум, когда нету соответствующей координаты вектора. Ну, какая-то реализация есть. Также можно определить операторы круглой скобки. Как я говорил, в отличие от оператора квадратной скобки, оператор круглой скобки может принимать произвольное число аргументов. Например, можно одним образом перегрузить оператор круглой скобки от одного аргумента типа double, а каким-то другим способом перегрузить оператор круглой скобки от двух аргументов типа W, ну, или от аргументов каких-то других типов. Таким образом, можно добиться того, чтобы объекты некоторого класса синтаксически вели себя так же, как функции, то есть чтобы у этих объектов можно было вызывать оператора круглой скобки. Если, например, я напишу переменную типа вектор v, то за счет наличия у данного класса оператора круглой скобки от одного параметра я где-то могу вызвать v от 3,5. И это синтаксически очень похоже, то есть синтаксически не похоже, совпадает с вызовом функции.